Привет, студент! Я могу раздобыть для вас любую новость, хоть большую, хоть маленькую. А если нет никаких новостей, я выйду на улицу и укушу собаку. Так однажды нам кто-то сказал, но мы не стали никого кусать, если у нас всегда есть о чем рассказать. С тобой сегодня я, Камиля Харисова, и это Универ Ньюз. Смотри сегодня! В КФУ будут обучать лучших телевизионщиков страны. В добрый путь! Вот и отзвенел последний звонок для выпускников лицея Лобачевского КФУ. Медицина сегодня развивается семимильными шагами. И тот день, когда врач по одной капле крови сможет не только поставить диагноз, но и предвидеть весь букет болячек, грозящий пациенту уже не за горами. В Казанском федеральном об этом знают не понаслышке. Ведь именно КФУ один из мировых лидеров трансляционной медицины. Сегодня и практикующие медики, и ученые довольно ясно понимают, что медицине необходимо развиваться. А главное, и те, и другие видят, в каком направлении. Трансляционная медицина вкладывает десятки миллиардов в США, Японии и многих странах Европы. Немалый вклад в развитие медицины будущего вносят вузы. В России одним из лидеров в этом направлении является Казанский федеральный. С возвращением в лоноуниверситета медицинского направления упор делается именно на внедрение новых технологий. Отношение населения к системе образования, к ЖКХ и к медицине всегда, вы знаете, оно неоднозначно, поскольку мы с этим всегда сталкиваемся. И люди рождаются в больнице, и, к сожалению, уходят из жизни тоже часто в больницы. Поэтому поставлена задача качество обслуживания нашего населения в клинике поднять на новый уровень. А это возможно сделать только если будет исследование и их трансляция в клинику происходить очень быстро. Стоит отметить, что развитие трансляционной медицины в КФУ нашло должный отклик и у руководства Татарстана, и даже далеко за пределами республики. Так, чуть менее года назад Казанский федеральный начал сотрудничать с Ассоциацией русскоговорящих ученых. Именно по этому направлению. Безусловно, это знаковые события, и я думаю, что это очень серьезный толчок для дальнейшего развития кооперации между русскоговорящими учеными, нашим зарубежным сообществом русскоговорящих ученых и университетом. У нас, я думаю, что будет много интересных проектов, будет взаимодействие, мы буквально сейчас обсуждали взаимодействие в области сердечной состудия с хирургией, в области интервенционной кардиологии, это создание новых устройств, создание новых способов визуализации и другие направления. Вы же понимаете, современный человек, он не будет играть с огнем, он делает все для того, чтобы избежать болезни. Вот за этим перспектива. А кто будет участвовать в этих открытиях, для него будут технологии доступны, а тот, кто не участвует, он будет их покупать за большие деньги. Вот мы хотим, чтобы открытия были у нас, и они были доступны для населения Республики Татарстан. Поэтому все это прописано в стратегии 2030, которая принята, утверждена, и это, конечно, работа сегодня под руководством нашего президента по реализации стратегии совместно с университетом. Она проводится, и, конечно, это перспективное направление. Большой интерес к развитию трансляционной медицины в Казанском федеральном проявляют и ученые других стран. Многие из них в эти дни делятся своим опытом с российскими коллегами. Впрочем, ученым КФУ тоже есть что рассказать. Александр Александров, Руслан Уразаев, Универньюз. Какое место национальное образование должно занимать в университете? И что не хватает КФУ, чтобы возглавить национальный рейтинг университетов? Эти и другие вопросы обсуждали на минувшем заседании ректората. Подробности в нашем сюжете. Минувшее заседание ректората выделяется из общего ряда тем, что в нем принял участие руководитель проекта «Национальный рейтинг университетов», «Интерфакция» и «Эхо Москвы» Алексей Чеплыгин. Автор одного из самых авторитетных российских табелей о ранге поделился некоторыми секретами формирования рейтингов. Также Алексей Чеплыгин затронул больную для многих тему – что нужно сделать, чтобы попасть в заветные топы. Что касается бренда университетов, то все-таки, мне кажется, наша оценка в большой степени расшифровывает и дополняет оценки международных рейтингов университетов. Дело в том, что вот даже наши замеры, такие сквозные замеры на массиве нескольких сотен университетов показывают, что, невзирая на то, что очень хорошие появились англоязычные, китайязычные версии сайтов университетов, срабатывают они еще достаточно неважно. Другим немаловажным вопросом заседания стало место национального образования в университетской среде. Сегодня остро стоит вопрос соответствия реализуемых в КФУ образовательных программ федеральному законодательству. До его решения в ВУЗе появится Координационный совет по поликультурному образованию. В его задачи, кроме организационных вопросов, войдет и разработка подходов по изучению национальных и иностранных языков. Акцент при этом планируют сделать на изучении языка, культуры и истории татарского и других тюркских народов. Да, есть определенные сложности. К сожалению, не во всех институтах у нас ведется преподавание татарского языка. Есть еще ряд проблем. И в связи с этим, Илья Рокатович, мы вносим предложение создать некий Координационный совет по поликультурному образованию при нашем Казанском федеральном университете. Также в институте пройдет ряд структурных изменений, направленных на оптимизацию работы по изучению национальной компоненты. И одним из них станет появление в институте филологии и межкультурной коммуникации, высшей школы татаристики и тюркологии имени Губдулы Тукая. Александр Александров, Руслан Уразаев, Андрей Бугаудинов, Универньюз. А сейчас самые интересные, яркие и неожиданные новости в нашей постоянной рубрике «Веб-Ньюз». Казанское издание Корана готовится к печати. Об этом на пресс-конференции в информационном агентстве «Татарынформ» рассказал муфтий Татарстана Камиль Хазраца Мигулин. Рекреационная ландшафтная зона Зообо Цада на улице Хадид-Токташ увеличится, а коммунальная складская уменьшится. Изменения произошли на основании предложения, прозвучавшего на публичных слушаниях по зоопарку. На слушаниях этот вопрос подробно обсуждался. В КФУ предлагают создать Высшую школу татаристики и тюркологии имени Тукая. Высшая школа татаристики и тюркологии может заменить отделение татарской филологии и культуры КФУ. Накануне Сабантуи в Казани возродят старую традицию сбора подарков для победителей народных состязаний. 26 мая жители и гости города смогут принять участие в красочной церемонии. Ожидается, что в шествии конных повозок примут участие не менее тысячи человек. С 30 мая по 1 июня в Казани пройдут открытые чемпионаты первенства Республики Татарстан по конкуру и выездке. Соревнования состоятся в рамках чемпионата и первенства Приволжского федерального округа по конкуру. В Казани подведут итоги международного открытого студенческого конкурса красоты и таланта «Жемчужина мира-2016». 14 представительниц из разных стран представят на финальном этапе свои творческие номера, удивят жюри и зрителей знанием русского языка в интеллектуальном конкурсе и продемонстрируют национальные костюмы своего родного края. Около 15 тысяч татарстанцев приняли участие в акции «Чистые леса Татарстана». В целях создания благоприятной санитарно-экологической обстановки в лесах, расположенных на территории Республики Татарстан, состоялся субботник в рамках традиционной республиканской предоохранной акции «Чистые леса Татарстана». С 20 по 22 мая в городе Московский сборная КНИТУ КАИ в 15-м мини-турнире Национальной студенческой футбольной лиги закончилась сезон 2015-2016. Футболисты КАИ сыграли три матча и по итогу турнира набрали три очка. В турнирной таблице НСФЛ сборная КНИТУ КАИ остановилась на седьмом месте с 20 очками. 3 июня в Казани начнет свою работу пятый по счету Международный нефорум блогеров. Это одно из самых масштабных событий в сфере социальных медиа в России и СНГ. Казань примет чемпионат мира по УШУ. Предварительные сроки проведения чемпионата мира определены на сентябрь-ноябрь 2017 года. Федеральный региональный научный центр Российской академии образования будет создан на базе Казанского федерального университета. Высшая школа журналистики КФУ получила лицензию на подготовку телевизионщиков. Что изменится после этого и какие привилегии будут иметь студенты, узнаешь в следующем сюжете. Еще 10 мая новый директор Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ Леонид Толчинский знакомился с новым коллективом. И уже сегодня у него есть четкий план по развитию школы журналистики. Мы будем формировать и систему более активной переподготовки, переквалификации, дополнительной подготовки кадров уже работающих в МИДе. Но говоря о бакалаврах, то есть специалистах первого уровня, тех которых мы начинаем готовить с нуля, что называется, здесь нужна серьезная модернизация и нужно серьезное практическое ориентирование. 23 мая на заседании ректората Ильшат Гафуров официально представил нового директора Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций. По его словам, Леонид Толчинский как профессионал с богатым опытом практической деятельности несет необходимую новизну в процесс обучения будущих журналистов. Леонид Григорьевич кандидат в наук, поэтому по всем требованиям он соответствует занимаемой должности. Я думаю, вот те проблемные моменты, которые мы испытывали с подготовкой журналистики, особенно их профориентации, прикладных вещей, значит, ну, сдвинутся наконец-то. Стоит отметить, что Высшая школа журналистики КФУ получила лицензию на подготовку телевизионщиков. Теперь студенты уже с первого курса начнут изучать видеомонтаж, компьютерную графику, на старших курсах мастерство телеведущего, операторское искусство, сценарное дело. Есть очень хороший кадровый потенциал и внутри университета, и за пределами, которые мы готовы привлекать активно. Есть очень хорошие связи, очень хорошие отношения, договоренности, существующие те, которые мы сейчас сформируем, с потенциальными работодателями. И есть нацеленность на то, чтобы именно вот под такие, вот скажем, неординарные, смелые проекты людей готовить. Верим, что Высшая школа журналистики и медиакоммуникации КФУ будет идти в правильном направлении. Аделя Валеева, Роман Самарин, Универньюз. Воплощение самых лучших черт ученого и гражданина, патриота и интеллигента. Все это можно сказать об Индусе Тагирове, профессоре Казанского университета, чья жизнь была неразрывно связана с историей Татарстана. В стенах Айма Матер ученый и общественный деятель отпраздновал свое 80-летие. Чем он прославился, узнаешь в нашем следующем сюжете. С именем Индуса Тагирова связывают развитие исторического образования в Казанском университете, Татарстане, да и во всей России. Работе в университете Индус Рязакович отдал более 50 лет. Успел побыть деканом исторического факультета и заведующим кафедры отечественной истории. Профессионализм, необычайное трудолюбие, ответственность и преданность своему делу позволили ему стать выдающимся ученым. Поэтому неудивительно, что поздравить профессора с 80-летием собрался полный актовый зал КФУМ. Огромное богатство нашего университета как раз заключается в людях. В людях таких, как Индус Рязакович. Это пример поколению нашему. Это пример служению. Это пример преданности. Это пример патриотизму. И пример учительского воспитания. Глубокий исследователь истории, оратор, истинный патриот своего народа. Индус Тагиров стоял у истоков становления новейшей татарстанской государственности. Подробнее про заслуги ученого на государственном поприще рассказал глава Госсовета Республики Фарид Мухамедшин. Его мудрый совет, способность к анализу и предвидению событий, построение демократической Российской Федерации, не раз помогали руководству Татарстана. Весом личный вклад Индус Рязаковича в разработку проекта декларации о государственном суверенитете Республики Татарстан и основных положений новой конституции. Как заметили многие присутствующие, лучше всего о заслугах Индуса Тагирова скажут его научные работы, статьи и монографии, посвященные татарской государственности. Мы присоединяемся к многочисленным поздравлениям и желаем Индусу Рязаковичу крепкого здоровья и новых успехов. Юные почемучки Детского университета КФУ не перестают удивлять. Совсем недавно они отправились в гости к елабужским сверстникам. Маленькие студенты не просто поехали отдыхать и развлекаться, а направились в Елабугу с серьезным визитом. Даже лекции провели. Смотри об этом далее. Елабужский институт КФУ посетили маленькие гости столицы Татарстана. Студенты Детского университета КФУ приехали в Елабугу не просто покорять новые вершины, но и порадовать организаторов особенным подарком. Мы привезли небольшой сюрприз для воспитанников филиала Детского университета при КФУ. Это лекция нашего юного профессора Антония Свердрупа. На данный момент он читает лекцию по методам шифрования. Я надеюсь, что после этой лекции дети не будут шифровать свои послания родителям. Юный лектор свободно держался перед сверстниками и смело рассказывал ребятам о себе и своих интересах. В три года Антонио начал читать книги на русском, а в пять лет – на английском. Сейчас мальчик учится сразу в трех школах – английской, музыкальной и художественной, ну и, конечно, в детском университете КФУ. С недавних пор маленький гений сам выступает с лекциями, например, рассказывает детям и взрослым о выделении ДНК из овощей и фруктов в домашних условиях. А на встрече в Елабуге он рассмотрел методы шифрования информации. Веселые человечки, азбука морзи, древнеегипетский символ – все эти шифрования маленькие елабужане с интересом изучали под руководством юного профессора. Это человек, стоящий на голове. Весьма забавна. Сегодня к нам из Казани переехал мальчик. Его зовут Антонио. Ему 12 лет. Но, несмотря на это, он ведет лекции. Он научил нас шифровать слова, а я своих подруг научу шифровать. В этот же день маленьких студентов из Казани ожидала экскурсия по достопримечательностям города и знакомства с историей Елабуги. Анастасия Иванова, Екатерина Сайбель, Денис Типаилов, Айдар Салихов, Универньюз. Последний звонок в этом году прозвенит для 6 тысяч выпускников. И только для лицеиста, выпускников Казанского федерального он прозвенел на день раньше. Все подробности с долгожданного праздника тех, кто уже готов смело ступить во взрослую жизнь, смотри далее. Пока все выпускники страны готовятся к проведению последнего звонка, для выпускников лицея Лобачевского Казанского федерального он прозвенел уже 24 мая. Праздник открылся живым коридором, на котором десятиклассники искренне поздравили виновников торжества. И, кстати, прекрасно осознавая, что звание выпускник уже в следующем году передастся им по эстафете. Каждый старшеклассник и каждый педагог в этот день готовы поставить точку в сложном учебном марафоне. Мы, как правило, со своими выпускниками не прощаемся. Они возвращаются к нам волонтерами, вожатыми. Они возвращаются к нам просто так. И очень надеемся, что вернутся к нам родителями. На торжественном мероприятии выпускников поздравили представители Казанского федерального университета. Они выразили искренние пожелания будущим студентам в предстоящих экзаменах. Благодарность учителям и, конечно, родителям. Мы собрались в этом зале, в большом зале Уникса, где помещается более тысячи человек с одной лишь целью для того, чтобы сказать добрые слова благодарности всем тем, кто в качестве учебного среднего заведения выбрал наш лицей. Даю себе отчет, что в Казани много, наверное, школ, лицеев, специализированных. Но в то же время я четко знаю, что наш лицей имени Лобачевского является одним из лучших лицеев не только нашего города, но и нашей страны в целом. Об этом говорят объективные рейтинги. Только лишь закончив школу, каждый выпускник встретится с задачей, способной решить многое в его жизни. А именно стать абитуриентом. К слову, многие видят себя в ряду студентов Казанского университета. А пока что, по признанию самих выпускников лицея, им очень тяжело прощаться с детством. Это счастливые пять лет моей жизни. И заканчивать их вообще не охота. Охота продолжается, продолжается учиться здесь, жить, поживать новые счастливые моменты. Ну, впереди столько планов. А пока сегодня я буду отмечать конец детства. Слезы на глазах. И хорошо, что есть такой праздник выпускной. Мы оканчиваем школу. Еще ничего не понятно. Но, не знаю, сейчас в ближайшее время, конечно же, готовиться к ЕГЭ. Самое главное – это сдать хорошо экзамены. В принципе, я желаю этого остальным, потому что все стараются, ребята, я это знаю. Я думаю, у нас все получится. И все наши мечты осуществятся. Я надеюсь на это. Последний звонок лицея Лобачевского прошел в атмосфере единства благодарных учителей, успешных детей и счастливых родителей. Перед ними выступили самые яркие творческие коллективы, которые являются не только гордостью лицея, но и призерами различных престижных конкурсов, заставляя каждого выпускника выбрать правильный жизненный путь и достичь самые амбициозные замыслы. Аделя Мухаммедовична, Роман Самарин, Универньюз. Стремись не к тому, чтобы добиться успеха, а к тому, чтобы твоя жизнь имела смысл. До скорых встреч! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон!